Друзья, приветствую вас! Я хочу рассказать вам про две фатальные ошибки, которые приводят к страхам, беспокойствам, потере энергии и, самое главное, к недостижению цели. Я думаю, что каждый из нас в жизни сталкивался с такими ситуациями, когда ты поставил перед собой цель похудеть, например, на 7 килограммов, выучить английский язык, построить бизнес, строить какой-нибудь супер полезный навык и, в итоге, сначала лень, прокрастинация, откладывание и, в итоге, цель не достигается. Причем это касается абсолютно всех сфер жизни. Как правило, первая основная причина в том, что мы ставим перед собой неадекватную цель, не оценивая реально свои возможности, ресурсы и время. И все слышали прекрасно про декомпозицию цели, что слона надо делить на кусочки, маленькими шагами к большим целям. Но по факту в реальной жизни мы очень часто сами этим же принципам не следуем. Поэтому, на мой взгляд, жизненно важно делить на цель на настолько крохотные шаги, особенно первые важные шаги, когда мы начинаем двигаться к цели. Нам важно поставить реальные реальные цели на час, на день, на неделю и на месяц для того, чтобы увидеть первые результаты и не слиться на пути к своей цели. Поэтому первая ошибка — это, я бы назвал так, гигантомания. То есть, попытка объять необъятное и поставить перед собой большие цели, особенно в ближайшей перспективе. То есть, в масштабах там будущего понятно, что вы можете ставить себе все что угодно, там миллиарды, триллионы и так далее. Но на час, на день, на неделю — это должны быть кристально ясные, простые задачи, чтобы вы двигались к этим задачам кайфуя. А теперь представьте, ну все, отлично, цель поставили, попилили ее на маленькие задачки и все равно сомнения, тревоги, беспокойство, неуверенность. Почему? Откуда она берется? Да, потому что у нас, оказывается, есть еще слон сзади, и все наши большие проблемы, которые мы накопили — это тоже слоны. И приведу простой пример. Женщина иногда говорит, вот мы жили, жили с мужем, все было как бы нормально, и тут на тебе, пути разошлись, не любит, не уважает, не ценит, изменил, там бухает и еще что-то. То есть, какие-то уже возникают большие глобальные конфликты, ну, например, там, развод, давай все, уже наши пути разошлись. Конечно, это слово. И мы же прекрасно с вами понимаем, что так же, как мы строим с вами путь к большой цели, так же мы, собственно, таким же путем мы создавали свои большие проблемы в прошлом. Для того, чтобы убрать те неудачи, те ошибки, которые фонят и создаются те самые первичные страхи, нам необходимо точно так же прошлый опыт поделить на кусочки, вот этого слона поделить, и найти те самые первичные первые сценарии, которые потом, возможно, повторялись в нашей жизни, которые приводили к неудачам, к ошибкам, конфликтам, проблемам. И именно убирая их, эти первичные сценарии, мы, собственно, по кусочку кромсаем этого слона и превращаем его точно так же в полезный, ценный опыт. Друзья, нет ясности, есть страхи, есть страхи, нет энергии. Есть ясность, есть энергия. И точно так же, как мы работаем с нашими большими целями в будущем, так же мы работаем с большими проблемами в прошлое, чтобы отпустить прошлое, освободиться от обид, претензий, страхов, сомнений, создать ясность будущего и получать удовольствие и от процесса, и от маленьких результатов, которые мы создаем на пути к нашим целям. Друзья, именно с этой целью мы еженедельно в нашей Академии КУП-8 проводим фундаментальный основной практикум, который называется ревизия сценария в жизни. Это двухчасовой, если это персональный, и трехчасовой, если это групповой практикум для того, чтобы создать ясность будущего, поделить ваши большие цели на маленькие кусочки, даже если они размытые, даже если они непонятные, точно так же. Допустим, ставится цель на 10 лет, на год, но когда вы простраиваете дорожную карту, то цели на час, на день, на неделю, они должны быть предельно понятны. И тут же на этом практикуме мы с сами смотрим в наше прошлое, и если у нас что-то фонит, мешает нам, есть какие-то ментальные препятствия, ограничивающие установки, страхи, сомнения, мы также находим этого слона, делим его на маленькие кусочки, и вуаля, мы понимаем, как их, эти проблемы убрать. Друзья, я приглашаю всех на практикум ревизии сценария в жизни. Вы можете записаться у любого члена Академии, вы можете записаться на любом нашем сайте, в любой социальной сети, потому что это фундаментальный навык, особенно сейчас, в эпоху тотальной неопределенности, неизвестности, когда мы живем, ну, давайте не будем скрывать, во времена большую турбулентность. Поэтому ясность, друзья, это, собственно, наша энергия. Я приглашаю всех на практикум ревизии сценария в жизни.